В лаборатории технического творчества «Робомир» гуманитариям делать явно нечего. Здесь царят цифры, алгоритмы и компьютерные программы. А юноши и девушки учатся материализовать свои инженерные мысли. Я лично программировала робота в компьютере, чтобы он ходил туда-сюда. Я с детства очень любила машинки, и когда узнала, что есть такой кружок, пошла сюда сразу. Был обычным кружком, стал целой лабораторией в разгар занятий. По проектированию роботов к ребятам пришли гости. Я вас благодарю за такие хорошие наборы, за программы. Владимир, я вообще счастлива быть рядом с вами, потому что я когда вижу, что то, что сюда попадает, и вы с этим работаете, ну это просто здорово. Все классно. Да? А кем ты будешь в будущем? Еще не определились. Один миллион рублей направили парламентарии Тюменской областной, третьей общеобразовательной Когалыма. Депутата Инну Лосеву и руководство школы связывает давнее сотрудничество. В этом году закуплено 20 наборов лего-конструкторов с компьютерным сопровождением. Раньше, чтобы построить цивилизованного робота, который умеет практически все, не было такого количества деталей. Сегодня вопрос решен. Каждая школа у нас в Когалыме имеет свое лицо, имеет свой профиль. И вот с третьей школы мы уже работаем несколько лет, начиная с 2015 года по направлению робототехники. Здесь именно вот начиная с 2015 года была поставлена задача, чтобы дать ребятам возможность овладеть техническим образованием. Само робототехническое оборудование очень дорогое. И родители позволить себе купить такие наборы, ну это в исключительных случаях можно. Здесь же за счет неучебной деятельности, то есть бесплатно для ребят, меняются технологии. И часть работников меняется на роботов. И мы смотрим, что это есть, это нужно, и это экономика, и это лидерство определенных стран. Этажом ниже школьники могут узнать, что такое музыка с точки зрения физики и математики, и даже создавать свое. Здесь расположилось 100 студий. В 2018 году при поддержке депутатов областной думы в школу был поставлен учебно-методический комплект для внедрения инновационных технологий в обучение. И ее можно сейчас разутюжить, и она будет совершенно, так, используем вот такую, как у Драб Фрэш, такой вот уже и тест. Сразу после третьей общеобразовательной Инна Лосева направилась на рабочую встречу с начальником управления образования. Обсуждали реализацию совместных проектов и предстоящий эко-диктант. Он пройдет впервые в ноябре этого года. И даже пандемия не помешает, отметила народная избранница. Если потребуется, его напишут дистанционно, как дети, так и взрослые. Почти ежегодно исчезает определенное количество видов растений и насекомых, и часть животных. И вот, чтобы приостановить, я не говорю, что полностью остановить, а хотя бы приостановить вот этот негатив, который сегодня идет, надо, чтобы экологическое воспитание начинали с самого начала. Диктант инициирован Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Дата написания приурочена к Всемирному дню вторичной переработки отходов. На интернет-портале ecodictant.ru будут доступны не менее восьми обучающих видеороликов. Там же можно будет узнать результаты теста и получить сертификат. Парламентарий выступила с просьбой обеспечить участие в проекте всех школ города. Юлиана Сотник, Николай Сапожников. Специально для новостей.